Роман Винчель Роман, здравствуйте! Скажите, пожалуйста, можно ли назвать Владивосток городом с пластическим лицом? Что подразумеваете вы под пластическим лицом? Это, конечно, метафора, но тем не менее. Ну что, многие люди всё-таки делают пластические операции и ходят, например, с пухлыми губами, может быть, с подтянутыми животами и прочее. Дело в том, что, как в любом городе России, учитывая, что на дворе 21 век, пластическая хирургия уже не является хирургией избранных. То есть она, в принципе, доступна каждому из нас. И что на улицах города у нас появляются люди с определённым апгрейдом себя, то, безусловно, есть. Ну, назвать я не могу так. Потому что есть города Европы и, скажем так, Южной Америки, где каждый второй, третий оперированы. Причём это достаточно заметно. У нас пока это не заметно особо. То есть нельзя сказать, что у нас в городе есть жертвы пластической хирургии? Не, ну жертвы как везде есть. Но жертвы, прежде всего, не сколько пластической хирургии, а жертвы самих себя, когда есть люди, которые перфекционисты по жизни, да, и просто пытаются улучшить, улучшить то, что уже, в принципе, и так хорошо. И лучший враг хорошего на самом деле. А какая самая популярная пластическая операция у женщин и у мужчин Владивостока? Самая популярная операция у женщин, у молодых женщин, это постановка груди, имплантация имплантов, грудных протезов, потому что, скажем, после родов грудь, она меняет эстетически свой характер, и поэтому хочется получить то, что было до. Поэтому это не с целью стать краше, ещё как-то себя улучшить. Это просто, на самом деле, это необходимость по большей степени. Есть, безусловно, которые для красоты, для объёмов, там, ещё что-то делают. Ну, таких не так много. А у мужчин мужчины обращаются? Мужчины обращаются. Ну, у мужчин в основном посттравматические какие-то изменения, да, там, где-то рубцовые изменения, там, травмы лица, носа, уха, глаза. То есть такие основные моменты. Есть, конечно, нюансы определённые. Сейчас достаточно популярны, там, пластик интимных зон у мужчин. Поэтому сейчас контингент — это достаточно большой, причём это молодой контингент. А получается, обращаются больше по медицинским показателям или потому, что хотят быть как Анжелина Джоли или Брат Пил? Вы понимаете, время, когда приходили люди и просили сделать меня похожим, скажем, на, там, какого-то известного актёра или актрису, уже прошло это время. Это было, ну, лет, наверное, 10-15 назад. Сейчас люди приходят, они хотят выглядеть лучше, потому что по определённым статусным моментам, ну, выглядеть плохо, сейчас это моветон. Вот. И, ну, скажем так, люди, которые приходят просить сделать меня вот таким, ну, каждый человек индивидуален, со своими индивидуальными особенностями. Мне кажется, это больше психологический аспект человека, нежели медицинский. В пластической хирургии, как таковых, показаний нет. Это эстетическая хирургия. Вот. И она нанесёт себе, безусловно, имеет медицинские показания, опять же, какие-то деформации, травмы, да, чтобы придать эстетический облик телу, лицу при повреждении, да. А в основном это уходовый момент эстетика. То есть медицинских, как таковых, показаний, вот прям вот, если вы этого не сделаете, вы буквально через неделю умрете. Такого нет. Это неургентная хирургия. А люди какого возраста в основном к вам приходят? Люди молодого и среднего возраста, то есть молодое, в принципе, это где-то 25-35 лет. Ну, это вот основной контингент, который идёт, потому что до 25 ещё, в принципе, от природы всё хорошо. И необходимости во вмешательствах нет, яркой необходимости такой. В 25-30-35 есть определённые уходовые моменты, ну, и хирургические какие-то коррекции. Безусловно, если оттопыренные уши, да, необходима отопластика, это независимо от возраста. Вот. И уже зрелые люди, то есть это после 40-45, где уже есть определённые возрастные моменты, изменения, которые необходимо откоррегировать. Либо хирургические, либо терапевтические, либо совместные. А бывало такое, чтобы приходили подростки, например, с родителями, и вот мама говорит, я там хочу, чтобы... Да, да, приходят, но я считаю, что... Ну, это сугубо моё мнение, что это упущение родителей, то есть родители не имеют контакта с ребёнком. И то, что мама хочет, чтобы её дочь была моделью, ну, я считаю, модель — это, конечно, хорошая профессия, но это не на всю жизнь. Делать из ребёнка, мотивировать нам модельную какую-то внешность, когда ребёнок ещё не сформирован, ну, мне кажется, это не совсем правильно. А в таких случаях вы отказываете выбираться? Да, я отказываю. А вот у нас как раз ещё сообщение по этой теме. В каких ещё случаях вам приходится отказывать и почему? В каких случаях? Случаи бывают разные. Ну, первый момент, когда человек хочет получить результат заведомо больше, чем это возможно даже при всех возможностях хирургии в наше время. Когда он отрицает возможности каких-то осложнений или ещё что-то. Когда человек приходит, я готов, и у меня ничего не может быть. Со всеми случается, со мной этого не может быть. Ну, беседую, узнавая мотивацию человека. Ну, конечно, приходится отказывать нечасто, но отказываем всё равно. А какова средняя цена пластической операции? Ведь это, мне кажется, довольно дорого. Ну, средней цены как таковой нету. Это, понимаете, это средняя температура по больнице. Есть дорогие операции, есть относительно недорогие операции. В принципе, самое, что касается пластической операции, самое простоное, около 30-40 тысяч, это средняя стоимость операции. Именно пластической, не какой-то реконструктивной или какие-то дефекты. Дело в том, что, если говорить, допустим, о рубцовых дефектах, безусловно, это дешевле какие-то моменты. А здесь, ну, средний прайс по городу, то есть здесь уже не мы диктуем, это диктует рынок. То есть, получается, нельзя сказать, что ваши клиенты – это только состоятельные люди? Вы понимаете, понятие «состоятельный человек» – это понятие относительное. Если брать с финансово-экономическое – это одно. Брать, допустим, с чисто бытовых моментов, материальных моментов – это абсолютно другое. То есть, приходят люди, люди берут кредиты, если человек хочет это сделать, и ему мешают какие-то моменты на лице, на теле, то берут кредиты, делают, ну, осуществляют, так называемую, свою мечту. Раньше, безусловно, это была прерогатива очень состоятельных людей. И в Америке, допустим, в Европе это достаточно дорогостоящие операции на несколько порядков выше, чем это стоит здесь. И в Америке, допустим, есть моменты, когда некоторые пациенты просто не скрывают, что они делали пластические операции. Моменты вмешательств на каких-то участках, они даже как-то демонстративно это показывают. То есть, показатель социального статуса, с одной стороны. В Латинской Америке тоже это распространено. У нас, к сожалению, ну, не к сожалению, к счастью, это то, что нету этого кича. То, что вот сделали. Обычно хорошо проведённая операция — это тогда, когда не видно, что была операция просто. Человек посвежел, скажем, помолодел, стал лучше выглядеть, но не видно, что он что-то с собой делал. Когда это видно, ну, кому как. Здесь уже говорить сложно. А среди Ваших клиентов были VIP-персоны? Безусловно. А что они себе изменяли, вот если не называя имён? Ну, Вы понимаете, сделать, изменить. Дело в том, что в представлении обывателя, то есть в пластической хирургии, это изменение, радикальное какое-то изменение. На самом деле радикально изменять человека нет необходимости. Это, опять же, по моему мнению, каждый человек неповторим и индивидуален. То есть можно убрать какой-то недостаток, как правило, это возрастные изменения, которые, к сожалению, мы не можем установить время, которое есть. И корректировка возрастных изменений, которые придают более свежий, скажем так, холёный вид лица, не внося каких-то радикальных изменений. Ну, там, если мы говорим о лице, да, то антиэйдж, скажем, операции. А как долго люди восстанавливаются после операции? Сколько длится этот период по времени? Ну, в зависимости от операции, где-то в среднем в течение двух недель, если говорить, это операциях на, объёмных операциях на лице, безусловно, это когда проходят синяки. Отёчности, другие моменты, они могут держаться от трёх до шести месяцев. Окончательный результат после любой операции, то есть это биологические законы, которые не отменял, после шести месяцев. Шесть месяцев, и тот результат, который у вас есть после шести месяцев, это он останется с вами на долгое-долгое время. Обращались ли к вам люди, которые хотели сменить пол? Как вы вообще к этому относитесь? Дело в том, что у нас направления, скажем, в Владивостоке нет, насколько я знаю, я могу ошибаться, по поводу смены пола. Это достаточно сложные операции, они при эндокринологической поддержке врача-эндокринолога, врача-психотерапевта, да, чтобы сменить пол, это, по сути, калечащие операции. Вот, и эти операции проводятся, они в Москве, в Питере проводятся, то есть только по показаниям, после консультации психиатра, если выставляется диагноз, что несоответствие психологического статуса и тела, тогда эта операция делается. А когда человек просто хочет, ну, то есть поиграться, изменить как-то себя, у нас эти операции не проводятся. Они достаточно сложные и требуют большой реанимационных моментов, и, скажем, по времени реабилитации достаточно много занимают. То есть это делается в определенных центрах, которые именно направлены. В России это не широко распространено, допустим, в Таиланде это, ну, как. И что понять под сменой пола, если есть полная трансформация, да, когда, допустим, из женщины делают мужчину, или из мужчины делают женщину, то есть когда вторичные половые признаки, они переходят на, ну, то есть на другой пол. Это одно, это многоэтапные, достаточно длительные операции, которые занимают, за один раз этого не сделаешь. То есть сначала идет гормональная подготовка человека, вот, чтобы меняется гормональный фон, потом уже делается, там, если мужчина, то есть постановка груди, да, а потом уже окончательная реконструкция наружных половых органов. Вот. У женщины то же самое, в том же, наоборот. То есть это сначала убирается о грудь, а потом уже дальше формируется все остальное. То есть это не один год на это можно потратить? Нет, почему? Ну, на это можно это одномоментно потратить, но, опять же, ресурсность, ресурсность человека, как и организм, он достаточно, риск осложнений, он достаточно высок. Я считаю целесообразным это все разделить. То есть в течение полугода они получают гормональную терапию под присмотром, эти люди получают. Потом делается реконструкция, допустим, лица, потому что лицо женщины и мужчины, оно радикально, даже на гормонах оно отличается. То есть определенный округлый овал делается, если это из мужчины делают женщину. Вот. Потом постановка имплантов в грудь. Вот. То есть фактически верхняя часть тела будет выглядеть у мужчины, как у женщины. То есть а уже нижнюю часть тела уже там потом дорабатывают. То есть это достаточно дорого. Но у нас есть квоты в России по этим операциям. Эти операции по показаниям медицинским, они делаются бесплатно. Вот. А как это распространено с целью достижения какого-то экономического результата или с целью как-то эпатировать кого-то. Ну, мне кажется, это можно, но зачем? А правда ли, что люди, которые делают операции по смене пола, мало живут? То есть жизнь сокращается? Ну да. Ну это как правда, она достаточно обоснована. Дело в том, что если говорить о… Если сделать из мужчины красивую женщину, это можно сделать. То есть, опять же, мужчина должен определенными параметрами соответствовать. То есть он не должен быть крупным мужчиной. Учитывая гормональную терапию и учитывая моменты определенные психологические, ну, 10 лет есть, в принципе. Потом они не умирают, эти люди, от чего-то. Просто происходят возрастные моменты плюс эндокринологические моменты. Они стареют, как женщины, если мужчину перетрансформировать в женщину. И эстетический результат через 10 лет, он теряется. Поэтому мы видим только молодых, скажем, молодых трансгендерных людей, которые… Потому что в зрелом возрасте, да, они выглядят, они не выглядят хорошо. Вот нам тут еще одно сообщение пришло в студию от Екатерины из Владивостока. Она спрашивает, советуете ли Вы начинать бороться с морщинами, с первыми их появлениями при помощи пластической хирургии, ботокса и прочего? Или этого делать не стоит? Ну, давайте мы с Вами разберем, что такое пластическая хирургия и ботокс и прочее. То есть есть терапевтическая косметология, то есть это вот и пластическая хирургия. Дело в том, что бороться с морщинами при помощи пластической хирургии, опять же, если молодой возраст, ну, там, допустим, 22-25, бывают ранние морщины. Я считаю, ну, к хирургическому вмешательству прибегать не стоит, потому что хирургия, она не носит профилактических моментов. То есть результат сейчас, безусловно, потом старение ткани и лица, оно будет продолжаться. Будет все равно видно, что возраст будет виден. А с точки зрения, там, ботулотоксинов, да, и филеров, безусловно, это противопоказания к этому нет. Если есть показания, у нас есть моменты, когда, опять же, мы все разные, типаж лица разный, и у кого-то бывают ранние морщины, безусловно, и в 22, в 23, в 24, в 25 лет. Это не противопоказано, это можно делать. Это просто понятие ухода за собой, уходовые моменты. Если вы будете ухаживать за собой, скажем, с 22, там, 2-3, 5 лет, то вы отсрочите хирургическое вмешательство на долгие-долгие годы, и даже в 50-55 лет. Это зрелый, хороший, активный возраст, скажем, и вы будете выглядеть хорошо без хирургического вмешательства. Если за собой не ухаживать, скажем так, запустить себя, в 50 лет будете молдой душой, но, к сожалению, тело будет выглядеть не очень хорошо. Кстати, во многих журналах появляются статьи на тему «Она изменила себе форму носа и сразу же нашла мужа». Как вы думаете, пластическая хирургия помогает людям как-то в личной жизни нормализовать ситуацию или нет? Вы понимаете, личная жизнь, на то она и личная жизнь, собственно говоря, она не должна являться достоянием общественности. Это раз. Второй момент. Если есть какие-то грубые деформации внешности, да, безусловно, человек станет более гармоничным, симпатичным. Возможно, у него появится какая-то уверенность в себе появится. Это прежде всего не потому, что муж, нашла мужа или не нашла мужа. Здесь вопрос уверенности человека в семье. Полюбите себя сами, такими, как вы есть, и тогда вас полюбят тоже. То есть я не думаю, и прямой зависимости в этом я не вижу, что человек сделает себе, там, женщина, мужчина сделает себе пластическую операцию и будет, скажем, счастлив или счастлива в личной жизни. Мне кажется, это, опять же, психологический момент и момент уверенности человека в семье. Как известно, многие женщины России страдают гигантоманией. То есть ресницы должны быть большими, губы пухлыми и грудь ещё больше. Вот вы, как врач, как считаете, у женщины какой должен быть идеальный размер груди? Понимаете, нет понятия идеального размера груди как такового. То есть для каждой женщины она индивидуальна, и, опять же, как женщина, мужчина, всё индивидуально. Должно быть всё пропорционально и гармонично. Допустим, если стройная, изящная девушка, женщина с большой грудью, которая не от природы большая, там, очень большая грудь, ну, это выделяется, определённая фриковость появляется. То есть раньше это было модно, это тенденция моды. Сейчас, опять же, идёт тенденция к естественности. Опять же, если женщина крупная, большая, ей маленькая грудь не пойдёт, опять же. Поэтому здесь говорить, какие-то стандарты выводить, это, мне кажется, не совсем правильно. А вот несколько лет назад многие СМИ писали о резонансных случаях, когда женщины умирали после пластической операции. Почему такое происходит? И высок ли риск детальных исходов? Дело в том, что, уважая СМИ, дело в том, что не всегда проблема освещается правильно. Ну, даже скажу больше, она не освещается правильно. То есть она освещается односторонне. Пришла женщина за красотой, она умерла на столе. Дело в том, что, во-первых, учитывая то, что женщины, которые оперируются, радикально оперируют себя, уже далеко не молодые, то есть не 18, не 20 лет, есть определённые сопутствующие заболевания, которые есть. Есть моменты, о которых человек предупреждается. Если даёт согласие своё, любая операция несёт за собой риски. Это же не, понимаете, это не уравнение решить и получить заведомо заведомый результат. Дело в том, что, как правило, смерти связаны по сопутствующим заболеваниям. От хирургии сложно умереть. Это, как правило, либо инфаркты, либо какие-то сердечные дела, которые запущены. Но риски, они, безусловно, есть, поэтому перед операцией все сдают анализы, чтобы снизить эти риски. А другие, вы можете даже пойти к стоматологу, сделать зуб, и благополучно получить реакцию на анестетик и отправиться в мир иной. То есть чёткую корреляцию по этому поводу делать, мне кажется, это неправильно. Либо это с точки зрения поднять рейтинг программы, издания, либо просто не совсем осведомлённость в данном вопросе. То есть каждый случай, понимаете, если бы это было так легко, ну, подумаешь, пришёл и умер. Ну, пришёл, ну, ладно, ничего за это не сделали. Понимаете, каждый медицинский случай, он разбирается, почему это произошло. И, безусловно, если виноваты в этом врачи, они несут наказание. То есть мы несём и как уголовную, так и административную ответственность за то, что мы делаем. Вот здесь. Сейчас у многих СМИ муссируется тема с операцией, которую сделала Анжелина Джоли. Вот как Вы оцениваете её поступок? Я положительно оцениваю поступок. И дело в том, что это на данный момент относится к высоким технологиям. И мы можем на генетическом уровне прогнозировать развитие рака молочной железы. Если этот риск развития достаточно высок, более чем высок, то есть в данном случае 80-85%, и учитывая, что у неё мама, да, умерла от рака, эта операция ей показана была, то есть она сделала правильно. И в России тоже есть такие же стандарты превентивного лечения рака молочной железы. То есть удаляется молочная железа, постановка имплантов, грудь не меняет своих свойств ни эстетических, ни, скажем, непрактических. Единственное, что кормить не сможет. Но риск развития рака желез, он снижается в десятки, сотни раз. Потому что рак молочной железы — это гормонозависимая опухоль. Поэтому если какие-то дисбалансы гормональные, обычно это начинается после 45-50 лет, и риски, соответственно, большие, просто запускают ещё. Я считаю, что это правильно. К нам в гости пришла журналист Ольга, и у неё для вас тоже есть парочка вопросов. Оля, пожалуйста. Ну да, я хоть и, в принципе, пишу в политике, я из политических выговоров, но здесь такую тему я... Как будто я эту затрону? А, да. Да, такую тему я не могу тоже не затронуть. Мне вот очень интересно. А пластическая хирургия сегодня, и, в принципе, для вас, это бизнес или это помощь всё-таки людям? Ну, вы понимаете, делать градацию между бизнесом и помощью, то есть начнём с того, что касательно меня, но это моя работа, я получаю от работы удовольствие, если бы я не получал от неё удовольствие, я бы не работал. Это раз. С точки зрения бизнеса, любой труд должен быть оплачиваемый. Это высокотехнологичный, высокоспециализированный труд, поэтому и стоимость дорогая. Затрачиваются материалы. То есть вообще медицину к бизнесу относить, я считаю, это некорректно. Ну, он говорит, что это бизнес, да? То есть если относиться, подходить к вопросу как к бизнесу, ну, я не думаю, что вам бы было приятно с точки зрения, если бы вы пришли на приём к доктору, а вас рассматривали с точки зрения как финансовый предаток, да, доктор? Мне кажется, это неправильно. А как относитесь к акциям? Бывает, проходит, ну, некоторые клиники проводят акции, допустим, месяц или там неделя, бесплатные сноски там имплантов. Ну, я вас понял, я вас услышал здесь. Потому что вообще, по идее, это же, как-то, понимаешь, что пиар-ход, но насколько он качественный вообще? Нет, это абсолютно, это пиар-ход, это абсолютно качественно. То есть здесь с точки зрения предоставления услуги пациент, клиент абсолютно ничем не рискуют. Просто, ну, как в спортзалах тоже бывают акции, то есть в магазинах бывают акции. Ну, в спортзале там, получается, затраты изначально небольшие. То есть, например, аренда сама, ну, всё это дело, да? А когда, допустим, ты человеку, опять же, импланты, либо ещё что-то... Нет, ну, понимаете, акция, акция-то, она не может быть дороже. Это же экономисты просчитывают, не я же их провожу в акции. Экономисты, безусловно, просчитывают, да, экономические моменты. Любая акция нанесёт себе экономический потенциал в любом случае. Я имею в виду опосредованный, отдалённый, но тем не менее. То есть, поэтому здесь я положительно к этому отношусь. У меня ещё один такой вопрос. Я вот обратила внимание, знаю, пока вот вас увидела, пластиковый юрг, знаю ещё одного у нас, участвовал в интернер-конференции Сергея Васильевича Машаба. Прекрасно выглядите, что вы, что Сергей Васильевич. Я прям удивляюсь, то есть, вот как может мужчина так прекрасно выглядеть? Это тоже, может быть, какие-то пластические моменты? Или всё-таки у вас определённый образ жизни? Нет, ну это, безусловно, определённый образ жизни, да, вот, ну, в передачах тоже. Расскажите, пожалуйста. Давайте будем рассказывать о правильном питании, занятии спортом, да. Ну, в принципе, это просто уходовый момент за собой. То есть здесь, мне кажется, это может позволить себе каждый. То есть никакой пластики? Нет. А должна быть? Необязательно. Нет, абсолютно нет. То есть здесь момент чисто такой, ну, уходовый момент. То есть лица разные, и если за собой не следить, независимо от того, там, мужчина, женщина, то есть бывают и ровесницы, и ровесницы, ну, то есть выглядело очень печально. Здесь это как человек следит за собой. Любить себя надо, прежде всего. Давайте ещё несколько вопросов, если Ольга не обслуживает. Я хочу спросить, буквально, в поделе диетолог была у нас в гостях, и она говорила о том, что липосакция чревата тем, что человек начинает стареть. Так ли это? И вообще, в принципе, когда вам все приходит и просят, скачайте, пожалуйста, пару килограммов жира, вы его сначала, может быть, сам отправляете или сразу же берётесь? Вы понимаете, здесь дело в том, что у нас в России неправильно понимается понятие липосакция. Дело в том, что липосакция – это контурная пластика тела. То есть убираются какие-то неровности. Это не метод похудения ни в коем случае. А у нас воспринимают липосакцию. Это как вот пришёл, убрали определённое количество жира, и ты похудел. На самом деле это не так. Есть определённые, скажем, у женщин, у мужчин определённые моменты, то есть накопление жира, да, в определённых… При погрешности в диете накопление жира в определённых областях, которые статически деформируют тело, и хочется от них избавиться. Да, это показания. Но если человек, скажем, за собой не следит, и он считает, что вот сделает липосакцию и похудеет, ну, это неправильное видение этого момента. И, безусловно, прежде чем человек должен решаться на липосакцию, он должен находиться в стабильном весе минимум 2-3 года. В стабильном весе. Ну, независимо, какой вес, но стабильный вес. Потому что, а учитывая то, что у нас девушки очень часто, да, и мужчины тоже сидят на диетах, то они толстеют, то они худеют, поправляются, вот эти вот гуляния этого веса, оно ни к чему хорошему не приводит. И, безусловно, для этого необходимо правильное и рациональное питание, прежде всего, но и адекватная физическая нагрузка. Если вы будете лежать на диване и есть плюшки, ну, о какой липосакции может быть речь вообще? Поэтому здесь уже… А вот на счёт старения организма, это есть или нет? Это вопрос дискутабельный, безусловно. Насчёт старения я бы не согласился. Есть, понимаете, если заходить в медицинские дебри, я отдалённо согласен с этим. Но поскольку не будем мы об этом сейчас говорить, здесь… Это вопрос дискутабельный. Я не могу однозначно вам сказать, что это да, это так. Безусловно, определённые моменты есть, но что стареет откровенно, не могу такого сказать вам. Спасибо, я являюсь. Ольга, спасибо за ваши вопросы. Спасибо. Мы напоминаем телезрителям, что задать вопрос нашему гостю можно по телефону 8-964-4395-395. И, кстати, нам уже пришёл один из таких вопросов. Пишет девушка из Владивостока. Хочу увеличить себе грудь. Сколько времени в среднем пройдёт от того, как я пришла на первый приём для осуществления моей мечты? Сколько времени уйдёт на анализы и консультации? Ну, достаточно 10-12 дней. То есть это повсеместная практика или в Вашей клинике? Ну, в нашей клинике. То есть дело в том, что импланты, они подбираются исключительно индивидуально. Там более 250 видов этих имплантов и размеров. Индивидуально проводятся замеры, подбор импланты, и он уже индивидуально заказывается, эти импланты через дистрибьюторов заказываются под конкретного человека. Плюс анализы, ну, в принципе, вот такая вот неделя. Ну, это 7 рабочих дней. То есть мы убираем выходные отсюда, да, поскольку выходные, ни одни предприятия не работают. Я имею в виду, скажем, в Москве или ещё что-то. Анализы? Анализы 3-4 дня. Ну, если вот прийти и пройти их. Трёх дней достаточно будет. А какие материалы используют для имплантов? Это медицинский силикон. Медицинский силикон, то есть это компания множества. Всего два завода в мире стоит, которые выпускают медицинский силикон. На другой момент раскрученности имплантов и заполнение, каким гелем заполняется он. То есть это абсолютно безвредный, да, материал? Они абсолютно, в плане безвредности, абсолютно безвредны. Они к организму индифферентны, то есть не вызывают никаких изменений. И импланты не вызывают опухоли, как это писалось ранее в СМИ. То есть они могут её скрыть. То есть невозможно будет на ранних этапах её прощупать, да, или определить. Но вызывать они никак не вызывают её. И для этого определённые анализы проходят. То есть маммография, да, УЗИ молочных желёз. То есть если есть какая-то патология молочной железы, мы можем отказать в постановке импланта. Есть определённые противопоказания, конечно, но это уже решается после консультации. Вот в Америке пластических хирургов считают королями мира. Это довольно богатые люди. Как живут пластические хирурги в России? Ну, это экономический вопрос, скажем так. Не совсем корректно, мне бы сказала. Ну, неплохо. На жизнь хватает? На жизнь хватает, да. Вот ещё одна девушка из Владивостока интересуется. Были ли случаи в приморской пластической хирургии, когда хотели как лучше, а в итоге операция вышла не очень успешно? Ну, это к вопросу, могут быть осложнения или не могут быть осложнения. Безусловно, в приморской практике они, безусловно, были. И в СМИ тоже печатали, насколько я знаю об этом. Поэтому говорить о том, что как и везде, как и в Москве, как и в Питере, как и в любых других регионах России. И ещё вот один вопрос пришёл. Когда, по Вашему мнению, пластиково благо, а когда во зло? Пластиково благо? Ну, это вопрос философский, пластиково благо. Я уже говорил по поводу того, что с целью устранения каких-то дефектов внешности, да, это одно. А когда слишком много пластики, вот это во зло, наверное, будет. Вот, ну, если вот так определиться, когда, я уже говорил о том, что люди перфекционисты, да, что-то улучшают, 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 а когда в комплексе смотришь, это, ну, тихий ужас получается. Ну, здесь уже, наверное, это во зло. Давайте ещё поговорим немного о нашем президенте. Вот несколько месяцев назад люди заметили, что у него не всё в порядке с лицом, и ходили слухи, что это результат неудачно-пластической операции. Ну, дело в том, что это вопрос достаточно щекотливый. Давайте мы не будем обсуждать президента. Хорошо. Тогда ещё один вопрос от наших читателей. Они спрашивают про образ жизни после операции на груди. Можно ли таскать тяжести, летать на самолёте с имплантами? Летать на самолёте с имплантами можно, таскать тяжести в течение полутора месяцев нельзя. А дальше, как хотите, что хотите, то и делайте, в принципе. Это тоже абсолютно безопасно, абсолютно. Они, импланты, современные импланты, не рвутся, не лопаются, не протекают. То есть они устанавливаются по-жизни-но. То есть и срок оботости у них никакого нет? Нет, это импланты, старые импланты, скажем, 20-летние, 15-летние, даже уже не 15-20-летние давности, они требовали замены через какое-то время. Менялась текстура геля. Сейчас фирмы, производители дают пожизненную гарантию. И если по каким-то причинам какой-то брак данного девайса есть, то это идёт просто за счёт фирмы, производителя замены. Были недавно, скандал, конечно, был недавно, года два назад, полтора, по поводу имплантов, качественных, некачественных. Потому что фирмы, партию имплантов, это в Москве было, партию имплантов отозвали просто. То есть и экономическую нагрузку понесла фирма-производитель, но не потребитель. А там же ещё моральная спектра тоже. Это всё было выплачено. То есть это всё было решено по-любому. Эти моменты. А что бы Вы посоветовали людям, которые ещё не сделали пластическую операцию, но хотят это сделать? Ну, это сложно сказать, что можно, как можно посоветовать, что если человек хочет, он это сделает рано или поздно. То есть свесить всё за и против. И насколько нужна им эта операция, насколько это необходимо для них психологически, необходимо для, скажем, для работы, необходимо для всего. Здесь каждый решает. Все наши моменты, врачебные моменты, носят консультативный характер и не носят, скажем, ни к чему не обязывают. Если даже человеку что-то необходимо выполнить, то есть человек, он принимает самостоятельные решения, делать ему это или не делать, получив достаточной информации по этому поводу. Но Вы не отговариваете своих клиентов под заведомо какого-то плохого результата? Нет, безусловно. И что, там, десятый размер груди? Нет, безусловно. Я отговариваю, я просто мотивирую, что для неё это не будет красиво. Если она настаивает, я предлагаю обратиться к другому хирургу. Что Вы отказываете, если результат не заведомо будет? Если результат заведомо будет, я вижу, что результат будет неудовлетворительный с моей точки зрения, да, я считаю об этом сказать пациенту и отказать. Если человек хочет, 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 были просто моменты, моменты, когда стройная, изящная девушка хотела поставить себе огромнейшие импланты. Ну, считала, что это очень красиво. То есть даже она в Москву самостоятельно летала, там, размеры заказала себе, ну, ей нужно было, необходимо было поставить. Ну, опять же, калечить человека, это не в моих, скажем так, свойствах. Поэтому я ей отказал. Я не знаю, возможно, она сделала где-то. Может, есть некоторые девушки, у которых 5 сантиметров жива, одна прослойка, они хотят поддевать в этой ситуации? Ну, здесь вопрос чисто риторический. То есть обычно я отправляю на активное занятие фитнесом, либо скоординировать своё питание и стабильный вес. Если это ничего не помогает, а это не помочь не может просто, если не помогает, тогда уже будем решать вопрос хирургический. Сейчас очень есть терапевтические препараты, которые помогают бороться с избытками жира. Да, вот таких девушек, у которых, допустим, кажется, что он есть жир, препараты действуют достаточно мягко, и для этого не обязательно пластическая хирургия. Вы работаете с людьми, которые стремятся к совершенству в чём-то, к совершенству своей внешности. А вот для вас в чём заключается красота человека? В гармоничности. Души и тела? Нет, безусловно, души и тела — это одно. Мы же говорим о красоте, то есть об эстетике, о внешности. Нашу душу никто не видит, пока не пообщаются или ещё что-то. Видит картинку, видит обёртку, да? Ну, чтобы была красивая обёртка, это как минимум необходимо, чтобы это всё было пропорционально и гармонично. Вот это красота. То есть не в большом или в маленьком носе, в больших или маленьких ушах, или губы объёмные, необъёмные, глаза раскосые или круглые. Здесь это не стандарты красоты. Всё должно быть гармонично во внешности. А уже о человеческих, о душевных качествах, ну, мне кажется, не мне судить об этом. У вас есть вообще идеал женской, мужской красоты? Вы знаете, безусловно, есть красивые знаменитости, то есть мужчина, женщина, но каждый красив по-своему. То есть красота — это понятие относительное, то, что считает большинство красивым, это на данный момент считается красивым. А лично для вас идеал, может быть, интересно? Не сотвори себе кумира. Идеалов нет? Идеалов нет. Везде есть нюансы, которые можно… Человек гармоничный, человек красив. Да, это красив. Но искать недостатки в человеке, ну, идеалов нет. Ну, никто не идеален. Даже красивые знаменитости, то есть и прочее. Нет идеалов в жизни, и поэтому здесь сложно о чём-то говорить. У нас ещё один вопрос. В Бразилии пластическая хирургия очень распространена. Её делают даже бедные люди. Продают дома, берут кредиты. А у нас были ли такие случаи, когда люди кладут всё на алтарь красоты? В Владивостоке, не знаю. В Москве — да. Были моменты. То, что берут кредиты, я уже об этом говорил, что берут кредиты, ну, хотят получить определённый результат эстетический, берут кредиты. Чтобы положить всё, мне кажется, ну, красота этого не стоит. То есть, в любом случае, красота — это красота, это временно. С возрастом она уходит, то есть человек становится более, ну, там, приятный, да. А говорить о той пышащей, юной красоте, ну, это период очень, ну, 10, 15, 20 лет от силы. И всё. Потом просто человек должен быть, как, ну, приятен в общении, то есть в нём должно быть всё согласно определённым возрастам, да, возрасту определённому, да, он должен быть просто ухожен. Всё. А говорить о красоте, красота, некоторые, допустим, женщины с возрастом, они становятся более красивыми, то есть они расцветают к зрелому возрасту. Вот это в юности они были, ну, средние, ну, без определённых каких-то моментов, то есть, ну, обычные, симпатичные девушки. Вот. А, скажем, с возрастом они расцветают. Бывает наоборот. Но тем не менее, человек должен быть ухожен и гармоничен. А говорить о красоте, ну, это эфемерные понятия, у каждого своя одна красота. Спасибо, дорогие телезрители, спасибо вам, Роман. Напоминаем, что это был прямой эфир «Прима-медиа-лайф», и у нас в гостях был известный пластический хирург Владивостока Роман Винчель. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин